Всем привет! Меня зовут Максим Кожнов, я руководитель отдела аналитики PIXONIC. Надеюсь, вы о нас что-то слышали, но на всякий случай все равно скажу несколько слов о нашей компании для начала. Итак, компания PIXONIC делает игры с 2009 года. Мы начинали как издатель социалок, затем начали делать мобилки. В прошлом году мы вошли в рейтинг топ-3 быстрорастущих компаний России и СНГ по версии E-Penny, что весьма неплохое достижение, на мой взгляд. Это целиком заслуга нашего флагманского продукта игры War Robots. War Robots — это PvP-MMO-шутер 6х6 про огромных боевых шагающих роботов, которые корежат триллионы тонн металла на полях сражений. Что из себя представляет War Robots в цифрах, сегодня вы можете увидеть на своих экранах. Это уже около полутора миллионов игроков, которые воюют каждый день друг с другом. Мы стараемся следить за всеми их действиями. В этом нам помогает наша система аналитики AppMeter, которая ежедневно принимает на себя удар около одного миллиарда аналитических событий, что очень много, бигдата. Фишка нашей компании вообще в том, что мы очень открыты, мы любим делиться кейсами, мы любим делиться своими цифрами, и поэтому я вот вам сегодня привез свежий наш кейс как раз. Надеюсь, все здесь любят кейсы. Вот, постараюсь рассказать. До недавнего времени в нашей игре не было никаких вообще активностей, которые бы выходили как-то за рамки core геймплея. Но на прошедшей Хэллоуин мы наконец-то организовали какую-то движуху среди игроков, чтобы им было весело. И сегодня как раз с этим кейсом я с вами поделюсь. Подробно разберу на цифрах, что и на цифрах, и на графиках, что получилось, что мы хотели, и чего удалось добиться, и чего не удалось. Но для начала немного теории. Что же вообще такое ивенты в играх, и для чего они нужны? Ну, все мы знаем, что ивенты — это какие-то кратковременные мероприятия в играх, целью которых является разнообразить рутину игрового процесса. Во всяком случае, так в основном считают игроки. Для нас же, как для разработчиков, на самом деле ивенты — это офигительный, крутой инструмент, с помощью которого можно достигать вообще множество разнообразнейших целей, о которых я вот сейчас как раз и расскажу. Ну, во-первых, действительно, основная, наверное, цель любого ивента — это разнообразие, разнообразить рутину игрового процесса для игрока. Есть ивенты, которые кроме этого вообще больше ничего не делают. Ну, например, возьмем ивенты на 1 апреля, все мы знаем, все разработчики стараются что-то делать на 1 апреля, чтобы игрокам было весело. Игрокам будет весело, они останутся в проекте надольше, будут лучше вовлечены в игру. Вторая такая какая-то цель, ради которой можно применять ивенты — это проверка собственных гипотез. Ну, например, вы хотите ввести какую-то новую монетизационную механику в игру или какую-то фичу, которая вызывает у вас у самих какой-то внутренний диссонанс. Вы не знаете, как она будет принята игроками, понравится она, не понравится, вы не знаете, что там по аналитике получится, может, она только хуже сделает. И ивенты — неплохой способ как раз внедрить это не на постоянную основу, а на 2 недели, например, или на неделю. И можно собрать фидбэк аудитории, собрать аналитику, можно проверить свои гипотезы по ней и разобраться, хотите ли вы вообще продолжать думать в этом направлении. В-третьих, ивенты, как и акции, — это отличный способ кратковременного повышения показателей вашего проекта. Вот все, что можно об этом сказать. Это все любят. Ну, в-четвертых, на ивентах можно, в принципе, построить всю монетизацию вашей игры. Я надеюсь, кто-то играл в Blood Brothers, это очень хороший пример здесь на мобилке. В Blood Brothers все строилось на ивентах. Один ивент сменял другой, и чтобы получать какой-то интересный и уникальный контент в игре, и вообще любой практически контент, более-менее прикольный, нужно было занимать высокие строчки в рейтингах ивента. И игроки покупали мощность, покупали мощность, и на этом строилась, в общем-то, вся вообще монетизация практически. Ну и последним здесь у меня пунктом стоит сотрудничество со сторами, App Store и Google Play. Все знают, что магазины любят делать подборки приложений на праздники специфичные. Все мы хотим туда попасть, потому что это куча бесплатных установок, и, в общем-то, много профита от этого. Ну, в общем, с теорией разобрались. Теперь поговорим о практике, о нашем кейсе. Только самые интересные факты и грязные подробности о прошедшем Хэллоуине и Новом Годе у нас. Для начала скажу, для чего вообще нам нужен был этот ивент. Стыдно признаться, но два года до этого мы вообще никак в игре Хэллоуин не отмечали, вообще никак его не освещали, и это при том, что вообще нашим основным рынком является США. Как же так получилось? Ну, вот так. Почему же на третий год мы решили все-таки наконец-то создать какую-то движуху? Для этого было несколько предпосылок. Ну, во-первых, мы хотели протестировать новую монетизационную механику. У нас в игре весь контент продается напрямую, то есть за валюту, за хардовую, за софтовую валюту. Все пушки, роботы вы можете напрямую купить в магазине. А как мы знаем, сейчас в тренде вообще непрямые продажи контента. Рандомные выпадения предметов откуда-то, это вот фишка. И мы хотели попробовать внедрить это в нашу игру, но постоянную основу боялись, решили попробовать в рамках ивента. Как раз посмотреть, собрать аналитику, посмотреть на фидбэк игроков. И так, в основе нашего ивента на Хэллоуин лежала новая ивентовая валюта, на которую можно было покупать сундуки. Сундуки с рандомным лутом. Из сундуков не выпадало вообще ничего уникального, выпадали просто стандартные пушки и роботы, все, что можно получить в нашей игре, и так, купив напрямую. Вот решили попробовать, что из этого выйдет. Для того, чтобы охватить максимально возможную аудиторию, у нас все-таки полтора миллиона человек играет, мы хотели всех задеть. Мы сделали эти сундуки очень дешевыми. То есть в переводе на реальные деньги они стоили 10 центов, и на один сундук там фармилась валюта в течение 2-3 боев буквально, это там 20 минут. Это нам позволило как раз сделать сундуки такими доступными для всех и вовлечь игроков в эту движуху. Кроме того, мы попытались увеличить длину средней сессии на период проведения ивента. Ну, посмотреть вообще, можно ли у нас в игре еще больше увеличить длину средней сессии, потому что как бы время у людей ограничено, и интересно проверить, тратят ли они максимум на нашу игру все-таки или нет. Для этого мы сделали как раз возможным выпадение ивентовой валюты именно с боев. Причем получали ее вы независимо от того, проиграли вы, победили ли вы, какое бы место вы заняли. Это очень важно, чтобы игрокам никогда не было обидно, что вот он занял последнее место и ничего не получил. Одной из наших целей было также прокачать свои социальные площадки, то есть с помощью ивента каким-то образом конвертить людей просто из игроков, подписчиков в социальных сетях. Ну и, конечно же, дать игрокам фан на праздник какой-то. Для этого мы добавили на карты призраки умерших роботов. Они должны были создавать какую-то атмосферу праздника. Вот, мертвые роботы — это всегда весело. Кроме того, добавили несколько ночных скайбоксов на наши карты, что как бы тоже создавало такую специфическую атмосферу веселья безудержного. Ну и, естественно, одной из наших целей было получить фичеринг на площадках Google Play и App Store. Возможно, это вообще стало основным мотиватором для начала работ, потому что вот поступали предложения, почему бы и не попробовать. Надо здесь пояснить, что Google Play и App Store вообще очень любят, именно когда ваши игры хорошо конвертят игроков в плательщиков. Им, возможно, даже не так важен средний чек в вашей игре, насколько важна именно конвертация. То есть им важно, чтобы пользователи с помощью вашей игры привязывали карточки к их платформе. Поэтому, в общем-то, мы сделали ивентовую валюту доступной. Самый дешевый инап был всего 1 доллар, в то время как наш стандартный инап продается по 5 долларов. По нашему мнению, это должно было очень хорошо именно поднять конверсию. Ну, что же из этого вышло, каких целей нам удалось достичь и в каком объеме? Для начала мы решили разослать игрокам пуши. Вообще мы пренебрегали пушами, очень пренебрегали, считали их не очень эффективными. У нас пуши включены в игре по статистике всего у 20% игроков примерно. У вас, скорее всего, примерно так же, если вы делаете мобилки. До этого у нас, конечно, были в игре пуши. У нас были, типа, вроде ваш робот проапгрейдился, зайди в игру. Вышло новое обновление, зайди в игру. У вас много золота, зайди в игру, потрать. Но никогда не было ничего уникального такого, чтобы зацепило, могло зацепить игрока. И поэтому на Хэллоуин мы разослали всем пуши, пуши с текстом, подарки, призы, заходи, получай. И это, видимо, зацепило людей, потому что мы увидели рост возвратов игроков аж на 80% по сравнению с обычными обновлениями, что для нас стало большой неожиданностью. Мы не думали, что какие-то пуши могут так сильно повлиять. На Новый год мы эксперимент наш повторили и, опять же, увидели большой рост возвратов с помощью пушей. В общей сложности за два ивента мы вернули 240 тысяч игроков. Под вернувшимися игроками я подразумеваю людей, которые уже не играли две недели в нашу игру. То есть они, скорее всего, уже бы никогда не вернулись. Они там ушли к конкурентам, не знаю, может, спейшипы уничтожать или танки какие-то. И тут просто им пришло уведомление, зайди в игру, блин, и они вернулись. Ну, очень простой способ. Пуши — это хорошо, не пренебрегайте пушами. Далее. Вернуть игроков — это, конечно, очень классно, но еще будет лучше, если они в итоге нам заплатят. Мы, естественно, этот момент проверили. Сначала именно для вернувшихся игроков. Были ли среди них какие-то вообще конвертации в платеж? И действительно, среди вернувшихся неплательщиков полтора процента в итоге заплатили нам. Это, кажется, мало, но, поверьте, это много для мобилок. То есть люди не играли вообще в игру, мы их вернули, и полтора процента из них заплатило. Это круто. Среди вернувшихся же плательщиков 13% конвертировались в повторный платеж. Что, в принципе, тоже неплохой результат для человека, который уже бросил играть. Раз уж мы начали говорить о конверсии, то давайте поговорим все-таки не про вернувшихся, а про новых игроков, про конверсии в платеж среди новичков. Вообще, по нашим прикидкам, этот ивент должен был конвертировать людей только средне-высоких уровней, потому что новички еще не знают ценность контента, который выпадает из сундуков. Они не знают, нужны ли им вообще в игре какие-то роботы и пушки или не нужны. Им непонятно. То есть можно бегать со стартовым роботом и всех нагибать. В то время как игроки средних и высоких левелов уже понимают, понимают, что надо открывать, и это выгодно. То есть сундуки были выгодны для игроков. Поэтому мы не рассчитывали, что сможем увеличить конверсию в платеж среди новичков. Ну, в общем, так и вышло. На Хэллоуин вообще полностью отсутствовало какое-либо увеличение конверсии к третьему дню жизни игроков, и это было для нас ожидаемо. На Новый год же мы решили как-то исправить этот момент и добавить каких-то фичей, чуть-чуть что-то потюнить, чтобы в итоге люди стали конвертироваться именно в первые дни жизни в том числе, чтобы они поняли ценность каким-то образом. Для этого мы добавили в игру такую своеобразную рекламу, рекламу наших сундуков с рандомным лутом. При входе в ангар мы сделали, что игрокам отображались призы, которые получают в этот момент другие игроки. Естественно, мы показывали не все призы, а только самые лучшие. Кто на витрине выставляет самые неинтересные призы? Мы показывали только самые лучшие призы. Можно было кликнуть, перейти в магазин, посмотреть, что это такое, что оно делает. По нашему мнению, это должно было как-то действительно стимулировать новичков платить. Ну и действительно, на Новый год мы увидели увеличение конверсии к третьему дню жизни игрока на 50%, что очень много. Тут можно возразить и сказать, что это же Новый год, на Новый год и так люди платят активнее, однако в том году у нас не было никаких движух, и конверсия на Новый год практически не поднималась, там было что-то в районе 10%. Если вы не делаете никакие акции на Новый год, скорее всего, игрок вас не поощрит, вашу игру. А здесь поощрил. В таких вообще акциях, когда люди конвертятся через какие-то дешевые платежи, вроде одного доллара, в то время как ваш стандартный на 5 минимальный, очень важно проверить вообще, идут ли игроки дальше, платят ли они вообще повторно, или останавливаются на первом платеже, этом бесполезном за один доллар и все. Потому что для нас человек, который просто заплатил один раз один доллар, он не так интересен, как тот, кто будет постоянно потом платить. Для этого мы изучили конверсию среди игроков в повторный платеж. Из тех, кто конвертится через ивентовую валюту, то есть через такую разовую активность, только 25% платят повторно в течение последующих трех недель, а из тех, кто конвертится через стандартные на АП, платят 50%. То есть в два раза больше. Это важно вообще знать и понимать, потому что простое увеличение конверсии в два раза даже вам может в принципе профита вообще никакого не дать. То есть если игроки абсолютно не будут платить повторно. Делаете АП за 10 центов в игре, все начинают платить, вкладывать деньги, но повторно никто не приобретает контент и это не имеет смысла особого. Раз уж мы начали говорить о деньгах, то давайте посмотрим какой-то бруто такой эффект от акции, какой у нас получился. В общем, графики говорят сами за себя. Несложно догадаться, где мы включили ивент, где мы выключили ивент. Здесь представлены и наш ивент на Хэллоуин, и наш ивент на Новый год. В общем, на Хэллоуин нам удалось в среднем поднять Арпдау проект. Арпдау это, для тех, кто вдруг не знает, это средний доход с пользователя в день. Нам удалось поднять аж на 45%, а на Новый год еще больше на 110%. То есть повлияли какие-то правки. Что здесь вообще самого интересного? График не совсем типичный для акций. Вообще во время акций мы привыкли видеть, что есть увеличение резкого дохода в первые 2-3 дня, а затем спад до стандартных значений. Здесь же мы вообще никакого спада до стандартных значений не наблюдали. Есть, да, также пик в 2-3 дня в первых, затем значение падает на какое-то плата. И это интересно, это полностью вообще перечеркивает опыт, который мы имели до этого. То есть до этого мы проводили, естественно, в игре акции какие-то, просто обычные скидочные на контент, типа приобретите инапы на 30% дешевле. И видели абсолютно другую картину. Это позволило сделать нам вывод, что вообще, по-видимому, игроки готовы платить в нашей игре в полтора где-то раза больше на постоянной основе. Нужно им лишь дать монетизационные механики, которые будут им интересны, которые им понравятся. Ну, да вот те же сундуки с рандомным лутом вести в игру на постоянной основе, и, возможно, график бы синий, допустим, продолжился бы в бесконечность именно на том уровне. Это классно. Что еще интересного мы заметили, это то, что ивентовая валюта никак не повлияла вообще на продажи стандартных инапов в нашей игре. То есть игроки как покупали софтовую валюту и хардовую валюту, так и продолжили ее покупать. Ивентовую валюту они, то есть, видите, накладываются просто сверху. Покупки ивентовой валюты. Это тоже необычно, потому что если вы делаете какие-то акционные товары, то обычно они отъедают, отъедают часть ваших стандартных товаров, и в итоге кумулятивный эффект получается не таким мощным. Здесь же увеличение на 100% очень мощный кумулятивный эффект. Ну, с первой целью мы вроде бы разобрались. То есть, да, нам удалось неплохо внедрить новую монетизационную механику. Неплохо вышло. Что же с активностью? Удалось ли нам вообще хоть как-то изменить этот показатель? Здесь приведены графики активности. То есть, видим, да, повышение в начале ивента имело место быть, однако резко сошло на нет. Во-первых, повышение было всего на 20%. Оно гораздо лучше заметно, возможно, на Хэллоуин. То есть, на Новый год игроки, видимо, уже насытились слегка этим и решили, что все равно не нафармят достаточно много, я не знаю. И из-за этого активность не такая высокая. И она резко спадает. Ну, по-видимому, действительно, не можем заставить игроков играть в нашу игру еще больше. То есть, платить они могут немного больше, а играть уже нет. Время не бесконечное у людей. Что касается социализации игроков, для чего вообще нам важно перегонять людей из игры в социальные сети и развивать комьюнити? У нас PvP онлайн-игра. И наш отдел комьюнити проводит очень большую работу. Проводит очень большую работу по изучению общественного мнения и немного направляет его, когда нам нужно это. Кроме того, мы постоянно выкладываем в социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте, в Лайне, в Японии. Мы выкладываем какие-то анонсы нового контента, рекламу. Мы выкладываем видео с новыми пушками, с новыми роботами. Мы подогреваем интерес людей к новому контенту задолго до его выхода. И для этого нам важно, чтобы как можно больше увидело эту рекламу. Кроме того, у нас до сих пор отсутствуют в игре многие каналы социализации. Например, мы кланы ввели достаточно недавно в игру, то есть где-то полгода назад. Не говоря уже о том, что у нас до сих пор нет глобал какого-то чата, и мы пока даже, по-моему, не планируем его вводить. И для игроков социальные сети — это такой возможный канал социализации. Они там общаются друг с другом, они объединялись раньше в кланы, сейчас они сами проводят турниры там, то есть это площадка. Ну и все мы знаем, что социализированный игрок намного лучше удерживается. Он больше вовлечен в проект, он просто остается играть, потому что у него там друзья, как минимум. Ну, для того, чтобы перегонять игроков в социальные сети, мы добавили в описании ивента в игре кнопку «Подробнее», клика на которую игрок попадал в Facebook, ВКонтакте или в Line. И затем мог, ну, соответственно, остаться с нами, стать подписчиком нашей страницы в социальных сетях. На Хэллоуин мы увидели конверсию 7% из кликов на эту кнопку новых подписчиков. Нам показалось это недостаточно хорошим результатом. Мы стали разбираться, в чем же дело, почему только 7% подписываются. Это же группа в Facebook, там, блин, много интересного контента, там люди разные общаются. Ну, на самом деле мы ввели игроков на пост в Facebook, и как мы потом догадались, что с поста не очень-то удобно подписываться, там кнопка подписаться неочевидная. На Новый год мы это недоразумение исправили и стали ввести игроков на прямую страницу в Facebook. Стали ввести игроков на прямую страницу в Facebook, конверсия увеличилась до 10%, что уже более-менее. То есть так нам удалось увеличить нашу группу в Facebook на 54 тысячи игроков за два ивента, что подняло ее примерно в полтора раза по размеру, с того состояния, что она была до начала Хэллоуина. Это очень хороший результат. По крайней мере, наш комьюнити-отдел был очень доволен этим. Ну, на этом с успешными, в общем-то, кейсами все. Теперь поговорим немного о ложке дегтя, которую мы получили. Во-первых, были фичи, которые вообще никак не зашли игрокам. Это вот расширение клана за ивентовую валюту, например. То есть помимо покупки сундуков за ивентовую валюту, можно было расширять клан. Такая совместная цель соклановцев – донатишь в общую сумму, получаешь расширение клана. Это не пользовалось вообще никакой популярностью. На Хэллоуин еще кое-как кто-то покупал, на Новый год вообще перестали. Ну, по-видимому, игроки не очень-то склонны к кооперации у нас. Они предпочитают купить что-то для себя, купить сундуки для себя. И я думаю, в общем-то, так везде будет. Ну, справедливости ради, у нас вообще незачем расширять клан. То есть у нас не то чтобы много завязано на расширение клана. Если бы это было необходимо игрокам, возможно, они бы и стали покупать. Не знаю. Не зашли абсолютно подарки соклановцам. То есть это инапы, которые вы покупали не себе, а в подарок соклановца. При этом вы имели профит для себя. То есть вы получали себе премиум, игроку эквивалентную сумму валюты покупали. Это было выгодно для вас обоих, но никто не дарил. Никто не любит дарить подарки. Вот так вот. Очень эгоистичными стали люди. Третьим пунктом у меня идет призраки роботов. В общем, крашили игру. Очень обидно. Очень красивые призраки. Всем нравились. Игрокам безумно хорошо зашла эта тема. Однако на следующий день после релиза мы заметили, что у нас количество крашей скакнуло на 300%. Мы такие, оп, плохо. Надо выключать роботов. Это печально. Но это в очередной раз доказывает, как вообще важно мониторить не только какие-то аналитические показатели, но и техническое состояние вашего проекта после релизов, особенно после релизов, которые включают в себя какие-то технические правки. Призраки роботов новая фича. Блин, надо мониторить. Краши — это плохо. Избегайте их. Самым неприятным моментом для нас стало большое количество негативных отзывов в сторах и комьюнити. Почему? Ну, естественно, основной проблемой стали сундуки с рандомным лутом. Для пользователей очевидно, что это полностью монетизационная механика, которая направлена на получение денег. Несмотря на то, что сундуки по мат-ожиданию у нас были вообще выгодны для игроков, то есть из них в среднем выпадало контента больше, чем ты платишь. Однако игрок, естественно, заплатив и не получив то, что ему нужно, он шел писать негативный отзыв. А получив то, что нужно, он не шел писать положительный отзыв. Это нормальная ситуация. Все мы, скорее всего, так бы и поступили. В общем, из-за того, что люди не получали то, что хотят, они понижали нам оценку игры в магазинах. Однако, в принципе, я не могу сказать, что было что-то критичное. Оценка опустилась до 3,5 баллов с 4,5 на вот эту версию. Это не критикал. То есть для сравнения у меня здесь есть критикал баг. То есть когда в игру было практически невозможно играть, Россия отреагировала, видите как. Россия вообще всегда очень резко реагирует на все вещи. Это очень интересный факт. То есть вот Global не отреагировал на критикал баг вообще. Россия просадила оценку до 2. Для чего вообще важно разработчикам поддерживать высокую оценку? Ну, известно, что высокая оценка способствует большему количеству органических установок. Однако это, наверное, не так важно сейчас. Раньше это было важнее. И на самом деле сильное влияние идет, когда у вас оценка ниже 3,5, то есть где-то 2, уже никто не будет вашу игру устанавливать органически. Какой-нибудь Super Mario Run будут, а ваши не будут с такой низкой оценкой. Так что в принципе ничего критичного для нас не было. Но зато этот негатив, он породил множество интересных смешных фото-жаб. Например, вот здесь один из наших игроков, по-видимому, радуется, что ему в очередной раз со сундука упала самая трэшовая пушка в игре. Или даже вот 3 самых трэшовых пушки подряд и по единичке золота, что тоже не очень много. Так, давайте подведем итоги. Сделав вообще практически ничего нового, уникального, то есть мы просто собрали весь наш контент, который у нас есть в игре, положили их в сундуки, положили их в сундуки вообще без какого-либо уникального контента и поставили на них достаточно низкую цену. Нам удалось поднять доход проекта в два раза на время ивента. Это, блин, это катастрофически вообще много, учитывая, что ивент шел в течение двух недель. Нам удалось увеличить активность на 20% на время ивента. Ну, наверное, это вообще наш потолок, и что бы мы ни делали, больше 20% мы никогда не получим. И так в нашу игру играет очень много в течение дня. Нам удалось эффективно конвертировать подписчиков, игроков-подписчиков в социальных сетях, что для нас архиважно. И вообще для любой онлайн-игры, где есть какое-то взаимодействие, обязательно нужно, чтобы игроки присутствовали в социальных сетях и на форумах. Мы поднялись в высокие места в топ-гроссинге многих стран, что способствовало улучшению видимости проекта. В России мы висели на втором месте очень долгое время. И способствовало большой видимости проекта большому количеству бесплатных установок. И что касается фичерингов, то, в общем-то, обе платформы нас поддержали, за что им большое спасибо. На Новый год мы были добавлены в различные подборки, что в сумме принесло нам около 300 тысяч бесплатных установок. Кто знает, сколько стоит трафик сейчас, может посчитать, сколько это в деньгах. Ну, в общем, для чего я это все рассказывал. Иногда с виду очень простые вообще решения, да, могут вести вот к таким результатам. Не обязательно делать что-то сложное в вашей игре, чтобы как-то критически повлиять на нее. Не бойтесь экспериментировать. Ивенты могут вам в этом помочь. А я благодарю вас за внимание. Спасибо. Буду рад ответить. Да. У меня такой вообще вопрос по iApp. Бытует мнение, что никто никогда не покупает самый дешевый контент. Они покупают всегда только следующую пациентную категорию. Там если самый дешевый 100, то они покупают где-то все время за 200. Это вообще как-то пользуется или мотивируется или что там вообще? Ну, есть теория, когда, да, что у вас рядом несколько предложений, то пользователи будут выбирать среднее, особенно если оно выгодно. Но я могу сказать на примере нашей игры, что самый дешевый NAP в количестве именно покупок, он всегда впереди, потому что очень многие конвертируются именно через самый дешевый. Для пользователя вот этот вот эффект, ну, преодолеть вот этот барьер неплатежности, да, и превратиться в плательщика проще через какое-то дешевое предложение. И оно всегда будет преобладать, скорее всего. Ну, если только вы не сделаете его прям супер вообще невыгодным. Просто статистика, ну, скажем, кошелек класс по EPN, оно как раз говорит об этом, что там вторая категория, самая популярная. У них там вообще очень много плательщиков в более высокой категории, скажем так. Ну и Hero Church тоже самое. И там тоже, потому что это игры, в которых очень высокий средний чек у игрока, и там действительно игроки просто другого плана, они намного более хардкорные, они привыкли платить, и они покупают дорогие вещи, потому что они нацелены на результат. В более мидкорных проектах вроде нашего преобладают все-таки дешевые NAP. Я не могу сказать, что очень сильно. У нас 5, 10, 20 долларов есть NAP, и они примерно на одном уровне, 5 чуть-чуть впереди в количестве. Спасибо. Я хочу вам маленько дополнить, что при большом количестве повторных платежей вы не сможете отделить, что первый был дешевый, а последующий более дорогий, и это будет смещаться. Собственно, что я хотел спросить-то. Вы во время ивентов вы найдете новые механики, хотите проверить? И вот механики, которые емкие ко времени, могут во время ивента сработать, а в дальнейшем просто не перестанут работать, что требует от игрока слишком многого, и во время ивента он может потерпеть это, ну как бы, да, Новый год, у меня есть время, или там Хэллоуин, активность, я знаю, что всего на 2 недели, поднапрягусь, а потом он просядет еще больше. Вот вы такого эффекта не наблюдали? В течение двух недель, как я говорил, игроки, активность падала постепенно, да, то есть в принципе, да, наблюдали, что не может он в течение двух недель так много играть. Однако платежи, я вот тоже приводил график артдау, еще раз покажу. Нет, не выбор, скорее по времени. А по времени? Активность падает, да, активность падает со временем, это вот хорошо заметно, то есть пик в первые дни и затем по нисходящей падает. Ну, во-первых, игроки просто у нас нельзя было нафармить прям очень много, да, то есть ты гораздо больше ивентовой валюты получал, если купишь ее. Но нафармить можно было, но не на очень большое количество. Игроки, возможно, когда понимали, что у них все равно не получится там открыть тысячу сундуков за время ивента, они переставали вот так ее яростно фармить. Нет, а как вы тогда понимали, что да, данная механика работает и будет работать? Понимали в смысле до того, как это вводили? Ну, те же сундуки. Вот вы говорите, мы хотим проверить сундуки, как они будут работать. Вот вводите их на постоянную основу. И как вы, ну, из этих драных я вот не вижу, что они, да, будут постоянно работать. По активности, скорее всего, нет. Мы, у нас нет целей, скажем, постоянно, на постоянной основе поднять активность. В плане платежей сундуки работают, люди охотно платят за них на протяжении всего ивента. То есть доход падает до какого-то плата и остается на нем. Сейчас, вот тут еще звучал вопрос про наш следующий ивент. На лунный Новый год мы организовали нечто похожее с небольшими, опять же, правками. И наблюдаем сейчас вот ровно такую же картину, как и на Новый год. То есть у вас стабильно выходят платежи на плату, да? Да, стабильно опять выходят на плату. Не поедают старые. Спасибо. Еще вопросы? Там по графику, по оценкам в сторах вопрос такой. Почему после Нового года они очень сильно упали вниз? Почему не упали после Хэллоуина? Упали наоборот, после Нового года. Да, после Хэллоуина не упали, а после Нового года упали. Ну, поясню. У нас не было никаких движок до этого, как я говорил в игре, на празднике. И игроки чего-то ждали интересного, да, на Крисмас. Ну, в том числе, видите, глобал не падал на Хэллоуин, а на Крисмас упал. Игроки ждали чего-то интересного, наверное, визуалку какую-то, а мы не смогли просто ее сделать. И когда в других проектах, да, лежит снег там на картах, лежит снег в ангаре, интерфейс украшен елочками, игроки это ценят. Они там ждут подарков от вас. Подарки мы не дарили на Новый год тоже. Да, и из-за этого, из-за этого, соответственно, оценка наша и подпросела на Новый год. А на Хэллоуин только в России, потому что, ну, вот Россия на все плохо реагирует вообще на каждое обновление. Что бы вы ни делали, будет плохо. Можно не пытаться. Такой вопрос. Обычно после ивентов есть, ну, обратный ход в платежах. То есть, насколько-то люди заплатили, они выдыхают. Все, можно не платить некоторое время. Вы видели такое или нет? Да, видели. Возможно, на этом графике это плохо заметно. Но на Хэллоуине действительно, да, был такой эффект заметен. На Новый год не видели, потому что, ну, Новый год там больше дней, именно таких праздничных, когда люди склонны платить. На Хэллоуин было хорошо заметно, да, просадочка небольшая была, но процентов на 10. И когда я вот здесь приводил цифры, что мы повысили арт-дау в среднем на 45%, я с учетом этой просадки их приводил. Для того, чтобы минимизировать эту просадку, на самом деле мы там еще несколько акций после этого провели, таких поддерживающих, лайтовых, которые, в общем, ни к чему не обязывали, но чуть-чуть гладили общую картину. Ну, да, это заметно. Это, в принципе, стандартный эффект после любых акций. И второй вопрос. Вы говорили, что запущены в Японии, в Японии с гатчем-механиками, ну, и вообще в Азии с гатчем-механиками, там государственное регулирование есть. Что вы с этим делали? Мы ничего с этим не делали. Оно там есть, да, мы про это знаем, но, в общем, ничего нам не помешало внедрить эту механику в Японию и успешно с ней там отперформить. Японцы любят гатчу. И, в общем, я могу сказать, что в Японии повышение более заметное, чем в США. То есть это, кстати, интересный факт тоже. Мы ничего не делали, чтобы обойти, просто сделали и все. Видимо, там это в каких-то особо запущенных случаях включается регулирование. В Китае сейчас, например, вообще обязали разработчиков, насколько я помню, с мая указывать вероятность выпадения предметов из сундуков. Вот. То есть вот так вот. Есть еще вопросы? Да. Спасибо за доклад. Очень интересно. У меня маленький, точнее, еще вопрос по поводу подарков соклановцам. То есть это была новая механика на ивенты, и вы потом после ивентов ее выключили или вы что-то доделывали на ивенты? У нас были подарки соклановцам до этого, да, но мы, скажем, их пушили так. Мы их сделали еще более выгодными на Новый год. И, в принципе, они что до Нового года не пользовались популярностью, да, что во время ивента тоже не пользовались популярностью, ну, не хотят люди. Единственное, чем они пользуются, это, ну, некоторые игроки используют абьюз там определенный и все. Вот. Спасибо. Наверное, последний вопрос к Максиму. Вы говорили, что вас используются сундуки, и сундуки нагнали негатив. Я сейчас поглядел на фейсбуке, вы запустили новый ивент, это Lunar, и там тоже сундуки. И вам просто так понравилось негатив ловить, или вы что-то сделали? Нам понравились результаты итоговые. Негатив, он всегда есть, что бы вы ни делали для монетизации. А для монетизации придется все равно что-то делать. И мы с ним миримся, он не настолько критичный. То есть есть и положительные отзывы про наши сундуки. Те, кто вытащил что-то хорошее, пишут положительные вещи. Для снижения негатива мы добавили на лунный Новый год два новых вида сундуков. Мы сделали... Как я говорил, у нас на эти ивенты сундуки были по 10 центов. Мы сделали сундуки подороже для того, чтобы плательщики, которые приобрели их, не испытывали негатива. Они покупают контент, они привыкли к этому. Они покупают сундук теперь, с которого гарантированно выпадает что-то хорошее. Вы покупаете ценность сундука? Вы думаете, что вы отвалите тех самых дешевых пользователей, на кого они все хорошие. Если хорошие знают ценность валюты внутри игровой, и они оценят сундуки? Примерно так. То есть нет, не надо говорить хорошие и плохие пользователи. Есть платящие пользователи, а не платящие. Мы создали сундуки за 10 долларов для платящих пользователей, чтобы плательщики имели возможность играть не по шансам, а просто покупать контент. То есть они покупают сундук за 10 долларов, из него гарантированно падает премиальная вещь. И негатив игроков в принципе понятен. Я говорю, хоть сундуки и выгодны вообще с точки зрения математики для игрока, если ты откроешь их большое количество, но на маленьком количестве открытий дисперсия тебя наказывает, и ты идешь писать негативный пост. Все. Спасибо большое, Максим. Давайте поаплодируем.